Пятый канал представляет Света! Это Света Гордеева? Да, а вы кто? Я дядя Игорь. Меня мама твоя послала. Мы с ней вместе работаем. Смиряйтесь скорее, она в больницу попала. В больницу? Да. Бери портфель. Поехали. 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 Илья Сергеевич, как говорится, на ловца и зверь. Ну и кто из нас зверь? Определённо не я. Ну и на чём я попался, на чём проштравился? Ты не знаешь про переаттестацию? Я всё тесты сдал. А медкомиссия? Марк? Ну правда, сейчас некогда. Илья, я понимаю, но у тебя проблемы с сердцем. Нет у меня никаких проблем ни с сердцем, ни с другими органами. Вот и проверим. У тебя на медкомиссию два дня. Срок не я придумал. Но от себя скажу, что если вскроются противопоказания к службе, я тебя прикрывать не стану. Ну вот и вдохнёшь с уповечением. Илья Сергеевич, ничего личного. Я понимаю. Два дня. Илья Сергеевич, только что звонили из 52-й школы. Чтоб там девочку похитили прямо со школьного двора. Поехали. Машину отгони и пальцы сотри. Куда вы приехали? Молчи! Меня обманули! Где моя мама? Дома она не появлялась и телефон не отвечает. Родители уже здесь? Мама сейчас подъедет. Мне нужно будет с ней поговорить. Пашков, займись свидетелями. Вы знаете, Вова Семёнов из 3-го БО, он последним её видел. Сейчас он на продлёнке. Ты слышал? Да. А продлёнка это где? Белая дверь на против библиотеки. Спасибо. Падеева, посмотри я записи с видеокамерами. Скажите, а как вы думаете, ведь со Светочкой всё обойдётся? Всё обойдётся. Найдём и Светочку. Вы, главное, не переживайте и не паникуйте. А сейчас пойдёмте, маму и девочку встретим. Это всё? Ну да. А что на других камерах? Ну, по периметру двора камеры вообще нет. Ну, я начальству говорил. И что? Да ничего. Зачем нам за забором снимать? Вот сейчас понадобилось. Ну, а я тут при чём? Сейчас пусть и учтут. Теперь уже поздно. Да я-то чё могу, дамочка? Ты можешь хотя бы не якать? У тебя ребёнок пропал. Чё это он сразу у меня-то пропал? А то, что тебе за охрану детей деньги платят, а ты тут сопереживёшь. Деньги они платят. Были бы ещё и деньги. Значит так. Работать здесь ты больше не будешь. А если с девочкой что-нибудь случится, ты сядешь. Отпусти меня! Пошли. Отпусти меня! Даже не думай сбежать. Накажу. Мало не покажется. Отвезите меня домой! Даже не думай об этом. Что вы со мной будете делать? Ты же себя плохо вести. Съем! Привёз! Ты всё нормально, я запер. Слушай, Пифан, мне бы стаффа. Ты чё, не врубаешься? Времени в обрез. Пока дело не сделаем, никакого Ширева потерпишь. Ты же меня знаешь. Вот именно. Из девчонки глаз не спускай. Вали. Тебя как зовут? Вовочка. Меня Ванечка. Лейтенант Пашков. А у вас оружие есть? Конечно. А можно подержать? Только посмотреть, если всё вспомнишь. Машина какая была? Шкода. Синяя. А ещё я номер запомнил. Ты молодец. А давай я тебе дам жвачку, а ты мне скажешь номер. Не, не надо. Лучше дайте песик подержать. Тогда скажу. Мария Сергеевна. Спасибо. Спасибо. Мария Сергеевна, скажите, вы кого-нибудь конкретно подозреваете? Нет. Я ума не приложу. Почему? А похитители звонили вам? А вы думаете, они попросят выкуп? Ну, я бы не исключал. Такие преступления чаще всего совершаются похитителями, которые хотят заработать. А вы где работаете? Я сейчас нигде не работаю. А другие члены вашей семьи? Отец на пенсии, а у мужа аптека на Торжковском рынке. Аптека? Да. Так, громко, конечно, сказано. Маленький аптечный киоск. Вот с этого и живем. Извините, пожалуйста. Я, я правда не понимаю, что с вас здесь. Мария Сергеевна, мне очень нужно поговорить с ним. Сейчас, сейчас, минутчик. Мы здесь рядом живем. Да, пойдемте. 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 Скажите, может быть, враги, конкуренты, или, может, какие-то конфликты у вас в последнее время были на работе? Да нет. Ничего такого. Врагов нет, а конкуренты. Послушайте, я со своим аптечным бизнесом или концы с концами свожу. С кем конкурировать? Вы это меня сейчас спрашиваете? Слушайте, вообще, вы знаете, у нас какой-то странный с вами разговор получается. Я всю информацию из вас словно клещами вытягиваю. Вы понимаете, что мне очень нужна ваша помощь? Какая помощь? Я же говорю, врагов нет, конкурентов тоже нет. Ну вот, ваш целоманский чай, как попросили. Спасибо. Номер не определяется. Это они? Возможно. Ваш телефон под контролем. Постарайтесь потянуть время. Меня будут прослушивать. Вас будут не прослушивать. Вас будут слушать. Ответьте на звонок. Я слушаю. Да, я Гордеев. А что со Светой? Где она? Вы с ума сошли. Где я столько возьму? А, послушайте. Он отключился. Что сказал? Десять миллионов. Ему надо десять миллионов. Через два дня крайний срок. Или Свету. Что Свету? И чтобы в полицию не обращались. Зря вы тут. Я не хочу рисковать. Так, что вы собираетесь делать? Искать деньги. Что же еще? Это не самое лучшее решение. Нет, ну, деньги, конечно, могут пригодиться. Но нам нужно искать вашу дочь. Поэтому давайте еще раз начнем плясать от печки. Почему? Выкуп требуют у вас. Детей просто так не похищают. Тем более странно. Света мне не родная. Я ее удочерил. Дал свою фамилию. Ну, что ты такое говоришь? Светиного отца давно уже нету. А Гена поступил. Правда, очень благородно. Это все из-за меня. Господи, папа, ну, при чем тут ты? Дамич. Илья Сергеевич. Я пробил звонок Гордееву. Звонились с одноразовой симки. Местоположение… …в угол Невского и Садовой. Там народу как грязь. Да, понял. Сергей Сергеевич, скажите, почему вы решили, что похищение не связано с вами? Мы с вами коллеги. До отставки я служил следователем в Васильостровском РВД. Папа, ты десять лет уже на пенсии. Ну, что ты такое говоришь? Маша, не истерий. Мой бывший клиент недавно откинулся после десятки строгача. Макар Степной. Крайне мстительный тип. Недавно мы с ним столкнулись. Так он хорошо помнит меня. Недобрым словом. Он угрожал? И в суде, и вот теперь. Когда-то раньше у него была бригада. Человек восемь таких же, отмороженных. Что с ними теперь, я, конечно, не знаю. Но тогда они просто лютовали. Ничем не брезговали. Рэкет там, заказуха, похищение. В общем, это его почерк. Угу. Да, Костя. Нашли машину похитителя. Да, она в угоне с вчерашнего дня. Ну, я пока здесь, с каминалистами. А потом сразу в отдел. Добро. Ну, что там, помтай. Руль, рычаг переключения передач и дверные ручки тщательно вытерты. А в остальном, да, здесь полно отпечатков. И причем разных людей. Будем разбираться. Да, кстати, вот, нашла еще под сиденьем. Скорее всего, это дурь. Но точнее я скажу только тогда, когда приедем в контору. Понял, понял. На связи. Так, что у нас по Макарышке к нему? Пропал. Как это? Участкова говорит, два дня не появлялся по месту жительства. Я изучаю его дело. Родственников у него нет. Ближайший кореш, некий Гвоздев, погонял гвоздь. Вместе на дело ходили, вместе откинулись. Гвоздев один из моих самых беспокойных клиентов. Не работает, пьянствует. Соседи, естественно, жалуются. Сегодня опять был сигнал. Сегодня что? Да как всегда, собутыльника притащил, шумит. Вот этого собутыльника? Не знаю, я не видел. Тогда мы сами посмотрим. Так, Пашков. Пашков, по-долку. Фадеева на лестницу. Там мы с Сисковым в квартиру. Сыграем плановый обход на счетную. Он же тебя знает? Конечно, он у меня постоянно отмечается. Отлично, работаю. Ну, наконец-то, Пал Иваныч. А то этот ваш Гвоздев достал совсем. Пьянствует второй день. На кухне чего устроили? Страшно смотреть. Да разберемся, Тамара Николаевна. Вот его дверь. Я в курсе. Гвоздев, открой, ты я, Дзюбенко, участковый. Плановая проверка. Все, кранты, вычислим на нас. Чуйка меня никогда не подводила. Погоди ты, вот штука участковая. А пусть обойдется все. Эй, я сплю вообще-то, обождите. Гвоздев, не валяй дурака, открывай. Сейчас, дай я хоть оденусь. Дороги. Я тут собутыльник. Ну, ладно. Хочешь собутыльник? Один я тут. Не ври, алкаш. Двое вас было. Я все видела. Стой. Давай, Вместе. Да. Где девочка? Какая девочка? Где Света Гордеева? Света Гордееву, которую ты и на водке из школы похитили. Да, Шурцов. Успокойся. Сейчас некого будет допрашивать. Встал. Увидел? Старший лейтенант Пашков. Руки за спину. Двигай. Откуда у тебя столько телефонов? Купил. Угу. Где девочка? Вообще не в теме. Какая девочка? Тоже вопрос. Где девочка? Макар, я вообще не пойму. Про что базар? Ну, а вы следок и внучку похитили. Начальник, но мы не при делах. Это еще надо будет доказать. Где вы были сегодня с девяти до двенадцати утра? Ну, ты подставщик, Макар, а? Нам что теперь? Похищение шьют? Вплоть до пожизненного. За несовершеннолетних. Начальница у нас алиби. Молчи, гвоздь. Сам молчи! Мы сегодня в десять на удельный салон дробанули. С этими вот мобилами. Алиби так себе. Будем проверять. Ладно, этих мы с собой избираем. Давай, подъем. Ты еще в игрушки рубишься? Мама, Таня, ну хватит меня уже подкалывать. Вы как будто завидуете моим успехам на седьмом уровне. Было бы чему завидовать. Вы же даже третьего уровня не прошли. Позор, позор. Слушай, парень, а ты все систематизировал отпечатки из машины? Ну почти. Там много отпечатков хозяина угланной машины. Его жены и сына. А вот отпечатки с руля и рукоятки были стерты. Там еще был фрагмент отпечатка с клавиши блокировки замка на водительской двери. Да-да, вот как раз таки его и прогоняем по нашим базам. Есть совпадение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дэн! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Илья Сергеевич, преступник постарался и затер все отпечатки пальцев в машине. А чему ты радуешься, Таня? Ну почти все. И чьи пальцы? Некого Ионова Алексея Игнатьича, который по счастью состоит в базе МВД. И чем знаменит этот Иванов? На нем две судимости за распространение наркотиков. Ну что, будем брать? Илья, с тобой все в порядке? Да, все в порядке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойзь полиции. Алексей Иванов, ваш сын? Да. Где он? Не знаю. Думаете, он мне докладывает? Что он опять натворил? Пропала маленькая девочка. Ваш сын подозревается в похищении. Вань, его здесь нет. О, Господи. До свидания. Откройте! Откройте! Не ори, я же просил! Я есть хочу! Я тоже много чего хочу! Тишины еще хочу, голова, балет! Пожалуйста, отпустите меня! Еще слово, и я из тебя парш сделаю! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разрешите? Заходи! Вот распечатка звонков на мобильник Гордеева за последние сутки. Интересное кино получается. Смотрите, я там подчеркнул. Похитители звонили с требованием выкупа. И вот ниже, звонили они же Гордееву за два часа до похищения. Погоди, погоди. Это что ж получается, они были знакомы? Получается так. Макаров, Митя, скажи, а ты случайно информацию по Гордееву не собирал? Случайно собирал. Поделись с руководством. Конечно, пожалуйста. Я сначала провел его по нашим базам. Ничего, как говорится, не был, не состоял, не участвовал. Потом пошел по широкому кругу, то есть любые упоминания по линиям коллег. ОБЭП, управление по незаконному обороту наркотиков. И вот, обращение гражданки Мурашовой полгода назад. Пишет, что в аптеке на Торшковском рынке владелец Ипай Гордеев под видом медицинских препаратов продают наркотики. А дальше что? А дальше как обычно. Проверка. Факты не подтвердились. Примешь? А у меня есть выбор. Выбор есть всегда, Марк. Не знаю. Вот у меня особого выбора, похоже, нет. Смотри. Девочку похитили из школьного двора, а наша доблестная полиция ничего не делает для ее поисков. Как тебе? Начальство звонило. Звонил я и орала. Ладно. Что у тебя? Так, мне нужно разрешение на прослушивание телефонного номера. Гордеева – это отец похищенной вебочки. С какой стати? Гордеев потерпевший, а не подозреваемый. Есть предположение, что бизнес Гордеева как-то связан с похищением. Это ты так считаешь? Да, я так считаю. Я считаю, что Гордеев знаком с похитителями. Но нам об этом при первой встрече ничего не сказал. А вы с ним разговаривали на эту тему? Нет, я считаю, это нецелесообразно. Если он знаком с похитителями, то он начнет врать, выкручиваться, и мы потеряем время. А если не знаком? Накатает жалобу в прокуратуру про бессердечных ментов, которые подозревали несчастного отца. Марк, черт с ней с жалобой. На кону жизнь девочки. Сожалею, но ты меня не убедил. Не вижу оснований. Не видишь, значит. Хорошо, тогда ты увидишь глаза матери Светы Гордеевой. Если с девочкой что-нибудь случится, я обещаю, я устрою тебе эту встречу. Пойдем, поедим. Я не понимаю, как можно сейчас есть. Как-то Света... Прекрати, Маша. Мы должны держать себя в руках и верить, что все будет хорошо. Только так мы сможем справиться с ситуацией. Никакой паники. Договорились? Это они? Гена, это они? Нет, с работы звонят. Я слушаю. Гордеев, ты чего не догоняешь? Прошли уже сутки, а ты не чешешься. Я ищу деньги, правда. Мне просто не найти такую сумму. Да это твои проблемы. Я за тебя впрягаться не собираюсь. Если товара нет, возвращай бабки. Стоп. Слышали? Если товара нет, возвращай бабки. Ну и что это значит? Это значит, что у них общий бизнес. Именно. Надо срочно ввести свой Гордеева и колоть. Геннадий Сергеевич, почему вы скрыли тот факт, что были знакомы с похитителями? Я вообще был против участия полиции в этом деле. Это опасно для Светы. Они сказали, если я обращусь в полицию, они убьют Свету. А что они вам сказали еще? Я имею ввиду первый звонок еще до похищения. А вас это не касается. Ошибаетесь. Касается, потому что сейчас вы становитесь соучастником. Как вы можете такое говорить? Думаете, если Света мне не родная, значит я могу играть ее жизнью? Это вы так сказали. И мне кажется, что как раз таки в эти игры вы и играете. Я ищу деньги. И собрал почти всю сумму. Ну что ж, это похвально. И вы думаете, что после всего этого Света отпустят? Она видела похитителя в лицо. Таких свидетелей не оставляют. Я вас очень прошу, расскажите все. Только так мы сможем ей помочь. Год назад я взял кредит под новое помещение. Торговля не пошла, а кредит надо было возвращать. Ко мне зачастили коллектор, и я... Мы с Ионовым в детстве ходили в лыжную секцию. А тут встречаемся, и... В общем, он предложил использовать мое помещение, как передаточную точку для хранения наркотиков. Я имел с этого небольшой процент. Это позволило мне закрыть кредит. А потом что-то пошло не так? Три дня назад я узнал, что в Приморском районе от отравления тяжелой химии умерло несколько человек. Я понял, что это наркотики из партии, которая хранилась у меня. Я не хотел, чтобы умирали люди. Это зашло слишком далеко. Дальше. Я предложил уничтожить эту партию, но Ионов отказался. И тогда я уничтожил эту отраву сам. За это Ионов похитил Свету? Да. Сначала они позвонили и поставили условия. Или я возвращаю товары, или закрываю долг в двойном размере. Потом похитили Свету и потребовали десять миллионов. Вы сказали, Ионов действовал не один? Ионов, мелкая сошка, всеми делами заправляет какой-то серьезный дилер. Я его никогда не видел. Как зовут, не знаю. А все контакты шли через Ионова. На, пусть пожрет. Че поставлю? Пока твой баран по полу не расплатится, забудь. Если он вообще не расплатится, что мы делать тогда будем? Из-за тебя и твоего барана нас обоих на ремни порежут. За ту партию. Врубаешься? Ты накосячил, и теперь ты будешь делать все, что я скажу. Девочку не смогу. Сможешь. За дозу ты все сможешь. Урод. Сопли вытри. Марк, я решил использовать Гордеева в операции. Мы устроим передачу денег, освободим девочкам. Рискованно. Я против Гордеева гражданских. У нас нет других вариантов. А если за гражданским лицом что-нибудь произойдет? А если пострадает девочка? Вы можете гарантировать их безопасность? За них Господь Бог. И он тоже ничего не может гарантировать. Мы сделаем все возможное. Слишком расплывчато. Нужен другой план. Идите и думайте. Категорически нет. Ну что, сэр одобрил? Сэр, как всегда, перестраховывается. Но операция согласована. Работаем. Я на месте. Макаров. А где опергруппы? Ну, Фадеева ждет, пока я починю ее компьютер. Пашков пошел в кафе, потому что не успел позавтракать. А если он не успел позавтракать, это плохо сказывается на его работе. Макаров, вы еще только стажер. И не умеете врать, как Лукьянов. Где опергруппа? Ну, они не обязаны мне докладывать. Зато вы мне обязаны. Вот, Татьяна Николаевна. Здравия желаю, товарищ полковник. Да какое уж тут здравие. Почему вы в служебное время шляетесь по магазинам? По каким магазинам? Скорее всего, продуктовым. Прошу написать рапорт на мое имя. Хорошо. Но ни в каких магазинах я не была. А была я в криминальном морге. А в банках у меня материалы для исследования по делу о незаконном обороте наркотиков. Внимание. Готовность к номер один. Привез? Давай. Пересчитывать будем. Папа Гена! Молчи! Пусти меня! Верните девочку. Ладно. Отпускай девчонку. Светочка моя. Светочка. Давай отойдем быстрее. Беги отсюда. Я без тебя никуда не пойду. Не спорю, прошу тебя. Беги. Пусти меня. На руках! На руках! Бой ствол! Рассмотрим машину! Спасибо. Не за что. Берегите девочку. Да ваша Хагара, она чуть не пострадала. Вань, хорош параллель читать, отвезите девочку домой, давайте, миссис Фадееву. А ты? Без меня не приношу женских слез. Илья Сергеевич, у нас все сросло все. Молодцы, молодцы. Поздравляю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты что ж такое? ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Свет! 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 Свет, тихо! Тихо, тихо, тихо! Тихо, 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 тихо! Тихо, тихо, тихо! Господи, Господи! Тихо, тихо! Тихо, тихо, тихо! Тихо, 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 тихо! Тихо, 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 тихо! Моя хорошая! Тихо, 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 тихо! Деда! Господи, а где же, где же Гена? Он в полицию поехал! Бумажки перестал! Какие еще такие бумажки? Что же нам не позвонить? Сергей Сергеевич! Ой, ты моя сладкая! Дело в том, что ваше отношение со Степнем здесь совершенно ни при чем. А кто при чем? Ваш дядь. Гена? Да, он работал с наркоторговцами, решил выйти из дела. Но, как известно у этих ребят, вход один рубль, а выход десять. Ванонок! Я прямо своими руками... Да, да, я прекрасно понимаю ваше желание. Однако сегодня он помог нам задержать преступника. Ясно. Будет суд? Да. Его помощь следствию, конечно, учтется, но... Я теперь не знаю, как сказать об этом Светочке. Она к нему так привязана. Вы мудрый человек, Сергей Сергеевич. Я уверена, вы найдете нужные слова. Спасибо. Спасибо большое. Ваня, идем. А что, я не попьем? Ванечка? До свидания. До свидания. До свидания, Сергей Сергеевич. Спасибо. Ну, что скажешь? Проблемы, конечно, никуда не делись. По-хорошему, с таким сердцем тебе надо подставку. Ну, если не по-хорошему, а по справедливости. Категорически. Никаких преступников. Никаких погонь. Никаких волнений. Побольше гулять. Дышать свежим воздухом. Ну, и вообще... Вообще, Илья, ты толкаешь меня на должностное преступление. А вот. Преступление. Ты его совершишь. Я его расследую. Без погони. Без волнений. Это ж говорит тебе понравилось. Ага. Добрый день, Илья Сергеевич. Добрый-добрый. Товарищ полковник. Говорят, вы сегодня были на медкомиссии. Вам уже доложили. Естественно. Что-то у вас голос грустный. Видимо, не прошли. Куда уж нам. Ну что? Сочувствую, Илья Сергеевич. Да. Здорово же не то. Врать что-то написал. А я... разглядеть все никак не могу. Ну-ка, Янов Лея Сергеевич, на основании обследования к службе... Годен. Годен, значит. Удивлен. Жак, погоди. Давай осмотримся, а? Да не трясись ты. Подожди. А это что за люди, а? Обычные люди. Алкошнее место. Тебе легко говорить. Между прочим, здесь и мои деньги тоже есть. Ладно, пошли к машине. Подожди. Давай ты сначала впереди иди, а я сзади. Конспиратор. Надо было ячейку в том же банке брать. Что же я не подумал-то? Блин. Ну вот. Я так и думал. Что ты думал? Колесо старое, латное-перелатное. Сейчас поменяем, да поедем дальше. Помочь? Да не надо. Дай сюда! А это не надо! Мне не надо! Нет! Нет! Деньги! 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 Жека! Помогите! Помогите! А-а-а! Черепно-мозговая травма. Скончался до приезда скорой. Врачи только лишь констатировали. Второй пострадавший Лапин Игорь Витальевич, он сейчас скорый. Похищено двести тысяч долларов. Ух ты, соленый. Квартиру люди продали. Деньги из ищейки. Так, а что по нападавшему? Пока ничего серьезного. Только номер его машины остался на камерах. Понятно. Сходи, забери записи с камер наблюдения. Делается. Следователь Лукьянов, позволите задать вам несколько вопросов? Да, конечно. Только извините, у меня голова немного болит. Че страшно, там буквально порвало. Скажите, так вам показалось, нападавший, он специально вас поджидал? Или случайно на вас нарвался? Я не успел понять. Возможно. Прошу вас, найдите его. Это очень важно. И еще, вы продали квартиру, вам срочно понадобились деньги. Срочно. Моя жена, она, она в Германии, в клинике, ждет пересадки сердца. Донора недавно нашли, и если я в течение двух дней не приведу средства, то Машу просто выкинут из клиники, и она умрет. Я вам обещаю, мы сделаем все, что можем. Просто спасите мою жену. Найдите вы эти деньги. Промотай-ка еще раз. Видишь, что тут хорошо видно? Что ж тут? Он же хромает. Не сильно, но прихрамывает. Точно. Но ты глаза стыль. Так, эту запись скопируйте нам с того места, как он въехал на стоянку. Машину нашли числицы в угоне. Кто сомневался? Так, бери Пашкова и туда, и прихвати кого-нибудь из криминалистов. Получается? Да-да-да. Куда-куда? Без меня не трогайте ничего. Ой, стажер, не учи старших по званию. Знаешь, сколько мы этих вещдоков видали. А тебе и в страшных снах не снялось. А лучше скажи, нашел что-нибудь? Да вообще ничего. Все стерли. Даже никаких пальчиков нет. Ну, тогда держи. От нашего стола, вашего стола. Какой же сволочью надо быть, чтобы ограбить человека, спасающего свою жену. Очевидно, что преступник знал о сделке и заранее готовил нападение. Согласен. Только меня немного смущает орудие убийства. Обрезок трубы для заранее запланированного преступления. Как-то странный выбор. Мог бы использовать что-нибудь понадежнее. Не надо ерничать, подполковник. Ваша задача в обозначенный срок не только найти убийцу, но и вернуть деньги Лапину. Не, мне тебе говорить, Илья, что значит для мужчины потерять любимую женщину. Да, Марк? Не надо мне об этом говорить. Итак, у нас на все про все сорок восемь часов. Руководство считает, что преступник был в курсе ситуации Флапинга. Знал про деньги в депозитарии и про деньги, когда тот собирался их забрать. Тут я полностью согласен с полковником Царом. Нам нужно искать человека, который был в курсе происходящего, либо мог узнать о ситуации от третьих лиц. От того, от кого могла произойти утечка информации, да? Ванечка, не умничай. Тебе не идет. Даша, займись потерпевшими. Выясни круг лиц из ближайшего окружения Лапина и погибшего Хохлова. Есть. Кстати, Хохлов родной брат жены Лапина. Квартира досталась по наследству. Ну, а потом Мария прописала до своего мужа. Так вот, Лапин приехал в Питер три года назад. Из Чебоксара. Ну, значит, нашел свое счастье в северной столице. Ну, а сделки по квартире могли знать очень многие люди. Странно. Что? Ну, как-то по-гопнински все получилось. Трубой по голове. Может, это нарек какой-нибудь? Нет, я так не думаю. Ну, вряд ли наркоман станет угонять автомобиль и надевать маску себе на лицо. Согласен? Согласен. Ну, а раз согласен, тогда ты займешься депозитарием и агентством, которое занималось продажей квартиры. Кто-нибудь знает, Игнатьева работает по орудию убийства? С трубой? Конечно. Ну, тогда у меня все. Дмитрий Аристархович, а что это мы такое делаем? Труба очень-очень старая. Ну, это я тебе, мой дорогой, скажу и без спектрального анализа. Это советская труба. На стенках отложение с палец. Скорее всего, это из системы отопления. Ну, ты Шерлок Холмс. Настоящий Шерлок Холмс. Это очевидные вещи, мам, Тань. Как и то, что на трубе четыре слоя масляной краски, как в госучреждениях. А это уже словно отпечаток пальца. Мы можем сто процентно идентифицировать обрезок со стальными трубами. Так, Митенька, а вот теперь сделай два добрых дела. Первое, освободи мое место. А второе, сходи и озадачь оперов. Мам, Таня. Да? А давайте сами, а? Ты что, с ума сошел? Мне-то, конечно. Мам, да нам все равно придется ехать на вызов, когда опера найдут трубу, встречать ее. Ну, а так мы время не потеряем. Сами все сделаем. Мам, Таня, пожалуйста. Митя, ты мне сейчас напоминаешь моего фокстерьера Барри, который крутит по утрам хвостиком и ждет, когда его хозяйка допьет кофе. Мам, ты, ну, пожалуйста, 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 пожалуйста. Митя, нет. Нет, 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 нет. Все. Добрый день, госпожа Лапина. Синус в норме. Сегодня возьмем кровь и будем готовиться к операции. Что-то я очень волнуюсь. Что? Не понимаю. Извините. Говорю, волнуюсь что-то. Не стоит. Вы в надежных руках. Извините. Это ваш муж. Уверен, у него хорошие новости. Я на минутку. Алло. Мюллер слушает. Уверен. Вы не сделаете транш? Так? Я пока не могу. Но я заплачу. Пожалуйста, подождите. Герхард, я умоляю вас, подождите. Я обязательно найду деньги. Мне очень жаль. Я соболезную. Но у нас есть правило. Только сорок восемь часов. Донорское сердце не может ждать дольше. Я знаю, донорское сердце не может ждать долго. Я обязательно найду деньги. Она же умрет без пересадки. Два дня. Всего два дня. Сорок восемь часов только. Мне очень жаль. Все железо у нас на помойке. Еще пока не вывезли. Ждем, когда весь мусор соберется. Но все согласно с Митей. Комар носа не поточит. За каждую копеечку готов отчитаться. Какой-то у нас адрес уже, Митя? Шестой? Это восьмой адрес, Митенька. Восьмой. Мам, Тань, не ворчите, вам не идет. Вот, посмотрите. О, не-не-не. СМИ-то меня не интересует. Только трубы, только трубы. Конечно, конечно. Я понимаю. Так и где они? Вот, все здесь. Ну, ныряй давай. Да. Может, вам сейчас не стоит пить? Ничего страшного. Только шишка осталась. Кто мог знать о том, что вы будете возле депозитария с деньгами? Мой начальник. Ну, я же отпрашивался у него. Пришлось вести в курс дела. Кто еще? Ну, агент недвижимости. Это же он вел всю сделку. Послушайте. Да ведь это именно он посоветовал мне снять ячейку у этого депозитария. Как его зовут и где его найти? Мольберт Суэтин. У меня есть. Там его визитка. Я сейчас покажу. Спасибо. Пожалуйста. Митя! Митя, что там у тебя? Мам, Тань! Есть контакт! Отлично. Скажите, пожалуйста, кто мог взять отсюда обрезок этой трубы? Да, кому оно надо? У нас же мы все сдаем и увозим. Меня ваши сметы совершенно не волнуют. Этой трубой человека убили. Кто мог взять обрезок этой трубы? Ну, может, алкаши местные. Они металлами вечно ищут. А где они? Обычно за сквером. У гастернома. Спасибо. Спасибо. Альберт Ефимович, вы кому-нибудь рассказывали про сделку Лапина и его ситуацию? Вы меня подозреваете? Я пока только лишь спрашиваю, кто еще в агентстве мог знать про Лапинах? Во всех деталях только я. И что? Где вы были вчера в четырнадцать ноль ноль? В момент нападения на Лапина я показывал объект в новостройке моим клиентам. Это считается у вас за алиби? Там свидетелей, человек десять. Проверим. Да на здоровье. Я могу идти? Меня работы ждет. Идите. Только из города не уезжайте. Мы еще пообщаемся. Олег Сергеевич, агент по недвижимости Суетин. Тот еще фрукт. Ну что, засветился в полицейской базе? Я не удивлен. Проходил по делу черных риэлторов. Помните, они у алкашей скупали квартиры, а самих алкашей за сто первый километр влез. А как же он до сих пор на свободе? Проходил по подозреваемым, но сумел перескочить у свидетеля. А кто адвокат? Сейчас, сейчас. Так. Калберин. Тогда понятно. Кстати, вот. Еще два эпизода по мошенничеству с недвижимостью. Не доказаны? Я посмотрю. А вы возьмите в разработку этого Суетина. Он как раз сейчас должен начать суетиться. Хороший каламбур получился. Суетин, суетится. А Калдырин должен… Иди работай, Костя. Извините. Делается. Не хватает. Слышишь, Вован, еще двадцать рублей не хватает. Извините. Извините, добрый день. А подскажите, вот такие трубы школы куда сдаете? А где что за дело, а? И вообще это наше? Наш район, все железо тоже наше. Дай сюда. Пусти ты, вещдок. Я говорю, пусти. Вот это наше. Оставь его. Мам, Тань, да они же проспиртованы. Дрит, мадрит. Да вы вообще кто такие? Полиция. Ваня, ты хоть не щавкаешь? Ты всех бандитов распугаешь. Хочешь картошки? А? Я засадь не ем, скажи. А если он там будет целый день сидеть в своем агентстве? Ну это вряд ли. Дашка мужик позвонила, напугала, вызвала к нам на завтра. Так что, если есть что с кровать, сейчас забегает. Да если есть что? Угу. О, смотри. Хорошо, надо вижу ухо. Так что давай, забрай сальтербоды. А что мы будем делать? Все, давай за ним. А там по обстоятельствам. О, другое дело совсем. Вот с этого и надо было начинать. За знакомство. Спасибо, я не пью на работе. А ты? Нет, благодарю. Ну и нам больше достанется. Хорошо. А скажите, где пункт приема металлолома? Да вдоль забора до конца, там увидите. Будет вагончик. Только там никого нету. Приемщик-то запил. Вчера ящик купил, всех угощал. Ну и нам-то уж перепало. Суперприз, говорят, выиграл. А как его зовут? Васюхин Николай. Отчество не помню. Да никто не знает. Колян и Колян. Ну, будем. Васюхин Николай. Спасибо. До свидания. Тихо-тихо-тихо. Это они его типа до дома подбросили? Давай быстрее. Персональная машина с личной охраной? Не завидую. Просто обидно живет такая сволочь. Вместо того, чтобы на севере леса валить, разъезжает по городу на дорогой машине. Всему свое время, Ваня. Думаю, скоро лесопывал получит нового работника по фамилии Суетин. Опа! Это он им за поездку заплатил? Ну, если там денег, то дороговато. Работаем. Лады, теперь в расчете. Валя отсюда! Сука на землю! Ваня, давай за ним! Руки! Внимание всем по став. Старший лейтенант Иван Пашков. Преследуй автомобиль. Черный БМВ. Госномер Т-7-2-1. РС-178. Автомобиль движется в сторону Паршинской. Проводзоны. Преступник может быть вооружен. Требуется помощь. Принял. Руки на крышу! Руки на машину! На машину! Что за деньги? Не знаю, это не мое. Да, разберемся. Вы гражданин Ждан, и вы гражданин Суетин. Подозреваетесь в ограблении гражданина Лапина, а также в убийстве гражданина Хохлова. В составе группы лиц это сроки гораздо больше. Вы меня понимаете? Я вообще не при делах. Из-за него впрягаться не буду. Господин следователь, это нелепая ошибка. Это не ошибка, гражданин Суетин. Это хорошо подготовленные преступления. Вы были в курсе всех подробностей о сделке по квартире. А ваши сообщники являются исполнителем. На видео с камер наблюдения видно, что преступник хромает на ту же ногу, что и господин Ждан. А вы пойдете как организатор преступления, гражданин Суетин. Вам грозит пожизненное. Да вы чего? Я не делал ничего. Почальник, я вчера целый день с корешами на даче оттягивался. Ждан, сколько у тебя было ходок? Ну три. Год четыре. А вас с дебютом, гражданин Суетин. И сразу такая серьезная статья. Поздравляю. Уведи задержанного. Встать. Руки за спину. Молчи, дурак. Тебя разводят. Молчи. На выход. Лукьянов его сейчас додавит. Мне не надо, чтобы подозреваемого на допросе давили. А при задержании и били. А мне нужны проблемы с их адвокатами и прокуратурой. Увай противной необходимости. А факты? Реальные улики. Показания свидетелей. Где это все? Сейчас все будет. Мне кажется, вы хотели мне что-то сказать. Это их деньги. Чьи? Братвы. Ну вот это за две квартиры. Они по старой схеме опоили алкашей. Заставили их продать квартиры. Потом вывезли в деревню. Я только оформлял. Они меня заставили. Я никакой не организатор. А Лапина я вообще не трогал. Это хорошая работа? Управляем дело черных риэлторов на доследование. С ограблением у нас тупик. Я правильно понимаю? Что-то с донорским сердцем? Нет. Сердце в порядке. Я поняла. Закончилось время. Ждать нет смысла. Не стоит. Время оплаченное. Клиника тоже endit. Конец. Еще целых восемь часов. Нет. Всего. Всего восемь часов. Ах что... Готовьтесь к выписке. Позвоните ваш муж. Мне очень жаль. Позвоните. Мне очень жаль. Слышите. Позвоните. Ваня, что там по соседям Лапина? Он ни с кем из них не общался. Я проверил. Только соседи говорят, что скандалы между Лапинами были чуть ли не каждый день. Причем выражения их не она не стеснялись. Такое бывает. Люди ругаются, ругаются. До беды дела доходят и готовы жизни друг за другом отдать. Ванечка, а ты готов отдать за меня жизнь? Дашенька, я с утра ничего не ел. Я за сэндвич готов отдать и свою, и твою жизнь. Здрасте. Что, сидите, да? А у меня жена, а ее вышивиливают из клиники. Почему? Почему никто не ищет мои деньги? Тише, 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 Игорь Витальевич. Мы делаем все возможное. Где? Где? Здесь? Вот в этом кабинете, теплом и мягком кресле, удобном? Вы что сделали, а? Ну что? Ну, может быть, здесь какая-то ниточка, какая-нибудь зацепка, ну маленькая улика, ну? Послушайте, успокойтесь. Вас ограбил случайный человек на улице. Такого преступника не очень просто найти. То есть можно не искать, да? Типа же бесполезно. Понимаете, что она умрет без этих денег? Если ей не сделают операцию на сердце, она умрет. Да вот. С кем я разговариваю? Минуты есть, минуты. Даша, ну что там с начальником Лапина? Была у него в конторе? Не успел, он уехал в командировку, сегодня должен был вернуться. Ну чего мы сидим? Давайте ноги в руки. Вань, может, ты сегодня и герой, но начальник из тебя, как из навоза пуля. Какая-то зловещая тишина. Железо вокруг народа никого. Да, пера бы нам здесь не повредили со своим табельным оружием. Да ладно, мам, Таня, я тоже кое-что могу. Дайте-ка, пожалуй, сюда баллончик. На, держи. Похоже, кто-то что-то искал. И усиленно. Спасибо, вы очень помогли. Вы меня больше не подозреваете. Слава, малость. Пока не найдем преступника, под подозрением мы абсолютно все. Понимаю. Если что, звоните. А чай? У меня очень мало времени, всего хорошего. А я возьму. Классное пальто. Нравится? Очень. А чье это? Мое. Нет, я понимаю, в смысле, Италия. А, Франция. А если не секрет, сколько отдали? Мне друг подарил. А можно я сфоткаю? Пожалуйста. Спасибо. Пашков опросил соседей по месту жительства в Лапинах. Все в один голос говорят, что они жили, как кошка с собакой. А вот интересно получается. Квартира принадлежит только Марии Лапиной и ее покойному брату. А сам Лапин три года назад приехал в Питер, женился и поселился у жены. Да. Разрешите? Да, заходи, Даша. Присаживайся. Чай будешь? Буду. У меня новости. Как говорил американский писатель Хантер Стоктон Томпсон, лучшие новости от отсутствия новостей. Но только не в нашей профессии. На. Давай, предлагай. У Лапина и секретарша из его конторы Роман. Уверена? Абсолютно. Она щеголяет в пальто, которое он ей подарил. Хорошее пальто, французское. Я бы сама такое носила. Ну, подарил, подарил. Почему Соза Роман? Потому что Костя просто так такие подарки не делает. Не знаю, я дарил им такие. Алло. Да, Танюш. А как его зовут? Где он сейчас? Да, понял. Хорошо узнаем. Так. Звонила Игнатьева. Она со своим стажером вышли на некоего Николая Васюхина. Он держит пункт приема металлолома на пятой линии Васильевского острова. На рабочем месте его нет. Поэтому пробейте его домашний адрес и навестите товарища. Принято. Так. Возьмите с собой ОМОН и без геройства. Хозяин, квартира. Ещё тёплый. Пульса нет. Костя, смотри. Значит, мы по адресу. Жаль, что поздно. За что его так? Искали деньги, на которые он кутил. И, судя по всему, нашли. Здрасте, скажите, бюро пропусков? Вот так. Добрый день. Я с незнакомыми не разговариваю. Мы сейчас познакомимся. Лейтенант Пашков. А вас зовут Наташа. Вы работаете помощницей директора компании «Корга». У вас сейчас обед. Видите, как много я про вас знаю. И что вам от меня нужно? Мне нужно передать вам, что один очень умный и обаятельный следователь хотел с вами побеседовать. Но у меня сейчас обед. А у меня приказ. Пожалуйста. Меня что, арестовали? Пока нет. Но дело в том, что уже погибли два человека, и скоро, возможно, умрет третий. Кто? Жена вашего любовника Лапина. Я не понимаю, о чем вы говорите. Вы удивитесь, но все преступники говорят именно эту фразу. Они якобы не понимают, о чем идет речь. Вы даже не представляете, сколько раз я слышал эту фразу. Послушайте, я не преступница. Я ведь никого не убивала. Я вообще ничего не знала. Мы просто с Игорем встречались. А вот это придется доказывать. Какая прослушка? Какая спецоперация? Как это будет выглядеть в суде? Свидетельства, записанные с помощью опробированных технических средств и нескольких свидетелей, являются неопровержимыми доказательствами в суде. А санкция прокуратуры или решение суда где? У нас нет времени на бюрократию. И тем не менее, я не могу разрешить подобные действия. Марк, под мою ответственность. Тем более. Отказал? Отказал. Что будем делать? Работать. Готовьте оборудование. Так. Если Аллапин не раскулется, то Сар за эту самодеятельность оторвет нам голову. А если раскулется? Победителей не судят. Игорь, чего ты молчишь? Как ты можешь пить? Сегодня очень хороший день. Лучше некуда. Они подозревают тебя и меня в каких-то убийствах. Кричай. Спорим, он ей ничего не расскажет. На, ты держусь-то. Сделай погромче. Они ничего не докажут. Кто не докажет? Что? Разве есть, что доказывать? Господи, Игорь, скажи, что это неправда. Дурочка. Успокойся. Я так хотел, чтобы мы были вместе. Чтоб у нас все было. Только не говори, что ради меня ты кого-то убил. Почему же вы бабы все время все портите? Дура любопытная. Дура любопытная. Дура любопытная. Ай, не надо. Все, молодец. Дыши, дыши, девочка. Молодец. А вот и дедюшки. Послушайте, за что меня задержали? Я нашел деньги раньше полиции. А с Наташкой, вы меня простите, но это какое-то недоразумение. Вы же понимаете, это наши жилевые игры, ваши сотрудники помешали. Выглядело это все как покушение на убийство. Подождите. Подождите, деньги. Деньги, они же сейчас останутся здесь, в следственном комитете. Это же вещдок, правильно? Она умрет без операции. Моя жена… Хватит врать, Лапин. Вы же ненавидели вашу жену, вы с ней постоянно ругались. Вы уже практически с ней развелись. По крайней мере, своей любовницей вы рассказали, что уже подали заявление в ЗАГС. Но только есть вот эта маленькая проблема. После разводов вы бы остались нищим. Денег у вас нет. Квартира принадлежит вашей жене и ее брату. Пересадка сердца оказалась как нельзя кстати. Вы договорились с женой продать квартиру, а ее брат согласился, потому что он очень любил свою сестру. Потом вы попросили у Васюхина организовать ограбление у депозитария. И при этом убить Хохлова, чтобы ему не достались деньги от продажи квартиры. Ваша жена без донорского сердца умрет, все достанется вам. А потом вы убрали Васюхина как ненужного свидетеля. Или просто не хотели с ней уделиться. Но я не имею никакого отношения к убийству Васюхина. Да. На отвертке, которой был заколот Васюхин, отпечатки пальцев стерты. А вот следы вашего ВДНК на ней сохранились. Очень спешили. Спешил. Это сволочь Васюхин пришел меня кинуть. Я три раза приезжал к нему, он постоянно был бухой. Потом бросился драться на меня. Я просто вынужден был наколоть его на отвертку. Марина, она вообще достала меня. Постоянно ее претензии, то денег я ей мало приношу. Называла меня приживалом. Я же как думал, сейчас получу деньги за квартиру и с Наташкой уеду в свои родные края, на Волгу. В Чебоксадах на эти деньги можно свое дело открыть. Ну, ничего. Теперь уже поздно. Марина умрет. Срок уже как два часа вышел. А немцы, они народ пунктуальный, ждать не будут. Отключайте аппаратуру. Это больше не нужно. Подождите, как же так? Доктор, пожалуйста, ну вы же врач! Пару Лапина, вы меня не так понимаете. Мы готовят вас к операции. На вас все поступили деньги. Он нашел деньги? Игорь нашел деньги? Я не знаю, что ты прислал аноним. Аноним? Открывайте дверь. Поехали. Пойдите. Че, еда не нравится? Не хочется есть. Голова разболелась. Душно. Я могу выйти воздухом подышать? Ну, хотя бы на пять минут, пожалуйста. Нельзя. А телефон? Могу я получить свой телефон? Звонить запрещено. Куда? Надеюсь, прилечь мне можно. Спокойной ночи. Не надо, не надо. Не надо. Не надо. КОНЕЦ Посмотри, что скажешь? Предварительно стреляли из ГЛОКа. Расстояние три метра. Что касается времени смерти, по всей вероятности, три часа ночи. Но точнее я скажу только после вскрытия. Оружие держали на готове, а все равно их врасплох застали. Это даже выстрелить успел. О, пуля сюда попала. Запас продуктов дня на три. Да, Пашков был бы рад. Это точно. Кто они? Я не нашла документы на трупах. Ну что, похоже, нападет скоро сборку. Надо бы их пачки и стволы по базе прогнать. Я непременно это сделаю. Спасибо. Обращайся. Странно, что документов нет. Сумочка убитая принадлежать не может. Это с чего такой вывод? Сумочка достаточно дорогого бренда, косметика класса люкс. А у убитой даже нет маникюра. Думаешь, в доме была еще одна женщина? Возможно. Я допускаю такой вариант. Что-то я не припомню, чтобы ты контролировал нашу работу на месте преступления. Когда это в последний раз было? Обойдемся без воспоминаний. Я только что в совещании в главке. Ситуация такая. Убиты наши коллеги. То есть? Сергей Левашов и Наталья Хохлова. Сотрудники группы Альфа. Они охраняли Ларису и Евгеньевну Фокину, проходившую по программе защиты свидетелей. Вот как? Вот так. Фокина должна была дать показания в суде против своего мужа, банкира Федора Фокина. Сильно. И чем же этот банкир своей благоверной не угодил? Налево сходил? Хоть налево, хоть направо. За это статьи нет. Ильяна, пару слов. Фокина за мошенничество в особо крупном размере приняли. Кто-то анонимный, слил на него компромат, мол, банк ведет нелегальную деятельность. Начались проверки и Фокину взяли под арест. Нашли что-нибудь? Естественно. В этом бизнесе нельзя быть кристально чистым. Хотя при определенных связях и качественном адвокате можно отделаться условным сроком. Но тут на сцену выходит госпожа Фокина, понимаю? Правильно. Она пришла к следователю и заявила, что приведет доказательство причастности ее мужа к серии заказных убийств и рейдерских захватов предприятий в начале двухтысячных годов. О как. И как же муж отреагировал на это? Попытался ее убрать. По крайней мере на Фокину было совершено покушение. Доказать причастность к нему Фокину не удалось. Хотя Лариса была уверена, что он. Когда следователь предложил ей программу защиты свидетелей, она согласилась. Однако охрану перебили, Фокин исчезла. Проблема в том, что на послезавтра назначено очередное заседание суда. Без показаний Ларисы Фокин может соскочить, а далее маршрут известен. Финальная точка какой-нибудь Лондон. Откуда вытащить его будет практически невозможно. То есть ты мне предлагаешь поговорить с Фокином? А что предъяви? Впрямую предъявить Фокину нечего, я согласен. Но вы же следователь, господин Духьянов. Пробейте его связи. Вы знаете, с кем он сидит. Нажмите на адвоката, в конце концов. Пробью, узнаю, нажму. Только зачем нам с ним встречаться? Он занервничает, прекратит все контакты с волей. Ожидал чего-то подобного. Можешь не утруждаться. С Фокиным я поговорю сам. Чего нам подрываться? Киллер этой Фокиной уже давно башку свернул. Не факт. Почему? Да потому что логику надо иногда включать. Если бы киллер хотел заткнуть рот свидетельниц, убил бы ее вместе с другими. Значит, а ему для чего-то нужно? Понять больше для чего. А вот этим мы и займемся. Я тут изучил дело о первом покушении на Фокину. Это произошло три недели тому назад. Нападавшего найти не удалось. О, если тогда по горячим следам найти не удалось, то сейчас шансов ноль целых ноль десятых. Это висяк. В чистом виде висяк. Пашков, не надо хамить руководство. Это будет тебе боком. А где произошло покушение? На Петроградке, Александровский парк, напротив кафе «Берег». Ой, это рядом с моим домом. Вот, отлично. Ты туда и поедешь. Найди там официанта Сергея Боброва. Он проходил единственным свидетелем по делу. Поговори с ним, может, вспомнишь что-нибудь. Слушай, кафе «Берег», я бы туда съездил. Там чебуряки отличные. Да, Шуль, возьми мне парочку чебуряков. Чебуряки – это хорошо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Полковник СААР под следственному Фокину. Проходите. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА То есть я похитил свою руну? Да вы бред какой-то несете. Ну и почему же бред? Пока, Федор Степанович, эта версия более чем убедительная. После того, как ваша жена начала давать показания, вы через подельников организовали на нее покушение, которое, к счастью, закончилось неудачным. Покушение, подельники. Да я ларку бы никогда. Любил ее. Не сейчас люблю. Любить. Она вас предала. Ее показания могут обернуться приличным сроком. Да я вам клянусь, я сам балдил, когда узнал, что она меня посадить хочет. Просто судья прокурора представляет, как свидетель обвинения. А у меня все в глазах помутнело. Этого быть не может. И тогда вы решили ее убить. Так? Нет, не так. Убертый вы человек, Федор Степанович. За вами сколько сроков? Три? Сколько есть все мои. Ну, в этом никто не сомневается. Я просто к тому, что вам в любом случае грозит срок за мошенничество. Ну, это еще доказать надо. Докажем. Обязательно докажем. Если докажем, сяду. Без вопросов. Но только ларку я пальцем трону. Все остальные вопросы через мою воду оказываю. Я больше ничего говорить не буду. Странно. Что? Никогда не думал, что такие красивые девушки в полиции работают. Спасибо, конечно, за комплимент, но давайте не будем отвлекаться. А я не отвлекаюсь. Ну, в смысле, я вашим все уже рассказал. Да и столько времени прошло. Да, но... Знаете, так бывает, кажется, все рассказал, а потом всплывают неожиданные детали, а они нам очень важны. Ну, если они вам очень важны... Я тогда на смену шел. Было часов одиннадцать утра. Женщина вышла из нашего кафе, и тут сразу подъехала машина. А где машина остановилась? Так вот, прям сразу напротив. ВОИ. 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 потом ваши приехали вот и все а какого цвета машина была я не запомнил да она и сразу уехала я к женщине кинулся а куда пуля попал не пуля где-то возле ног чиркнул вы хотите сказать ей под ноги стреляю я не знаю я в этом как-то не мастер можно я возьму ваш номер телефончик можно записывать сто двенадцать ух ты какие тапочки а я именно такие себе хотела до тридцать восьмой размеры есть у меня все размеры есть полторы тысячи стоит и недорого знаете наверное возьму а платок то у вас какой боли пушистый настоящий козий пух у меня мама знаете о таком мечтает маме понравится берите не прогадайте скажите а вы всегда здесь работаете да это мое место а когда в женщину стреляли вы тоже здесь были какую женщину да вы что три недели назад женщина из кафе вышла в нее из машины стреляли неужели не видели слушать я наверное не буду брать да все я видела она вон там прямо стояла и в нее из черной машины и пальнули у меня даже в ушах зазвенело а машина точно черная была точно черная бмв папа парнишка полицию вызвал а это товар собрала и домой рванула а что рванули испугались что ли ясно дело гордовые приедут штраф возьмут за незаконную торговлю оно мне надо может взять да берите не прогадайте последний остался а номер машины вы наверное не запомнили да почему запомнила у меня нету проблем с памятью со зрением платок будете брать да агане установлено что машина из которой стреляли фокина принадлежит ранее судимому левчуку установочные на него получили ну да конечно левчук анатолий андреевич восемьдесят второго года рождения проживает на улице кораблестроителей двадцать шесть а знаешь что самое интересное пока нет надеюсь ты поделишься поделюсь левчук ну еще до срока работал в чопе на рынке в колпино который контролировал фокин а сейчас служит охранником в коттеджном поселке нарва будем брать злодея не надо спешить марк давай представим к левчуку ноги я думаю что группа шелоскова сделает это тихо и незаметно у нас нет на это времени на задержание будет работать спецназ спецназ работает очень глупо нам нужно раскрутить левчука на доверительные отношения он назовет нам имя заказчик не надо меня учить работать сергей семенович приветствую нужны ваши ребята свободе да прямо сейчас еле Сергеевич фадеева сказала что удалось выйти на стрелка удалось удалось сар сейчас как раз к ним со спецназом помчится спецназ там зачем а потому что эффектно профессионально и солидно вы с ними нет ни барыска это дело с пистолетом по городу берутся я в банк фокинский правильно мыслишь кости правильно гражданин левчук с вами говорит начальник второй следственной части городского следственного комитета полковник сар предлагаю вам немедленно сдаться ваш дом окружен не делайте глупости и выходите с поднятыми руками взяли и все Если в системе работы нашего банка и были какие-то нарушения, то они весьма незначительные. Я как заместитель Фокина уверен, что суд во всем разберется. Ну, конечно, у него были кое-какие грешки по молодости, но он ведь полностью искупил свою вину. Скажите, а вы Фокина давно знаете? С детства. Жили в одном доме. Вместе во дворе мяч гоняли. А женой его? Ларису давно. Еще до их свадьбы. Угу. Ну, скажите, как они жили? Ну, я имею в виду ссоры, конфликты. Не знаю. Я, по крайней мере, не замечал. Все-таки почему она решила давать показания против своего мужа в суде? Как думаете? Ну, это лучше у нее спросить. Чужая душа, потемки. Да, но, к сожалению, мы этого сделать не можем. Ну, так как ее похитили при весьма необычных обстоятельствах. Ларису похитили? Да вы... А кто? Вот мы и пытаемся это выяснить. А вы кого-нибудь подозреваете? Я... понятия не имею. Простите. Да, Володя. Петр Иванович, у нас пробочка на дороге. Пора бы выезжать. Да, понял. Извините, мне надо ехать. Я чем-то могу еще помочь? Нет, спасибо. Я все узнал. Вам спасибо. До свидания. До свидания. Что у тебя, мужик? Ну, кому мужик, а кому и старший следователь следственного комитета по особо важным делам? Лукьянов, Илья Сергеевич. Ну, извините. Ивлев. Владимир. Очень приятно. Скажите, а Семенова вы возите? Сейчас его. Раньше Федор Степановича возил. А что? Так, ничего. Кое-что уточнить хотел. Скажите, а Семенов вчера где был? С утра в конторе был. Потом мы с ним в областной филиал мотались. Домой я его привез под утро. Он поспал часа четыре, потом снова в банк. Тяжелую у вас работу. Платит хорошо. Скажите, 25-го числа Семенов в Питере был? 25-го? 25-го не был. Он в Москву ездил. Я его с утра отвез на вокзал, а через три дня встретил. Хорошая у вас память. Не жалуюсь. Вот спросите меня, когда «Зенит» играл с «Динамо»? Так, ну и когда? 29-го апреля. 2-0. Забил «Азмун» и «Дзюба». Круто. Поехали! Спасибо. Если у вас есть еще какие-то вопросы, обращайтесь. Обязательно. Макаров, пробей-ка мне установочные данные на Семенова Петра Ивановича. 1980-го года рождения. Вице-президент «Бинго-банка». А я вот так. Пусто-пусто. Голый Вася. А кому-то на базаре. Это я хорошо сходил. Есть. А таз твоя мегера нарисовалась. Хватит ерундой заниматься. Встал и потепал домой. Пакеты взял. Мужики, извините. Мужик, козла забить не взялась? Можно. Михалыч, миссия. А что, мужики, Флокина или Семенова знаете? И Петьку Флокина, и Петьку Семенова хорошо знаем. Ведь сейчас не видим же. Слишком высоко дружки взлетели. Скажи, Михалыч. Как бы низко падать не пришлось. О, как образом-то. А поконкретнее? У них полное несоответствие ментальным запросам. Михалыч, как загнет, так без пол-литра не разберешь. Короче, Федька пацаненком знал. Ведь сейчас он таким вымахал. Кулач из чего? Он же из семи простых работяг. А Петька, он из интеллигентов. Его пацаны ботаником дразнили. Скажи, Михалыч. Точно. Соплей перещупить можно было. Можно. Да только никто бы не посмел. Фога не допустил бы. Только один раз Фога сам ему по оружию врезал. Ого. За что? За бабу. Это еще Петька в институте учился. Влюбился в студенточку одну. Ну и привел ее к нам в компанию. А Фога как увидел, так и про дружбу забыл. Врезал Петьки по физиономии. Студенточку посадил на мотоцикл. И увез в Белые ночи смотреть. А звали ее как? Лариса. Красивая была, как топ-модель. Он на ней потом и женился. Фокин арестовали сразу после того, как некто анонимно слил в АБЭП информацию о незаконной коммерческой деятельности банка. Причем детали коммерческой деятельности банка были прописаны очень подробно. Что из этого следует? На Фокина стуканул какой-то работник банка. Не просто работник, а менеджер высшего звена. И этим человеком вполне может быть заместитель Фокина Семенов. Логично. Семенов мог подставить Фокина и занять его место. Железный мотив. Возможно. Но личное неприятие между Семеновым и Фокином гораздо интереснее. Ведь тут у него когда-то женщину вела. Ну это когда было? Мол, Тонь, по опыту знаешь, что такую обиду забыть нельзя. Она, как пепел класса, будет вечно стучать в его сердце. Так, я не понял. Чей пепел? Долго объяснять, проехали. А с похищением Ларисы, это тоже его рук дело? У меня пока не связывается донос на Фокина и похищение его жены. Это как будто два действия из разных опер. Так надо еще раз побеседовать с Семеновым о жизни и любви. Вы его по поездке вызовете. Нет, у нас времени на поездку. Сами к нему поедем. Я тогда домой? Ага, сейчас разбежался. Пока Фокина не найдем, с конторой не ногой. Хорошо, у нас же вот у менеджера вышла звена. Я бы от такого домика не отказывался. Для этого надо много и упорно работать, Костя. Ну да, прям как мы. С ним уж тонкий юмор, элис, ящик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. Смерть Семенова наступила приблизительно 12 часов назад, судя по температуре тела. Причина смерти — огнестрельное ранение прямо в грудь. Причем стреляли с достаточно близкого расстояния. На шее видны следы удушения. В области печени — обширная гематома. По всей вероятности ситуация обстояла так. Преступник и Семенов стояли очень близко друг к другу. И преступник схватил Семенова правой рукой за горло, а потом левой ударил в область печени. Потом достал ствол и выстрелил. Понятно. Кость! О! Что по камерам? Ничего. Запись из них стерта. Понятно. Значит, преступник хорошо ориентировался в системе безопасности. Я часто бывал в этом доме. Нашел личный ноутбук Семенова, но он запоролил. Я думаю, что Митя справится с этой проблемой. Не сомневаюсь. Распишитесь, пожалуйста, в протоколе. Вот тут. Вот тут. Дитя, ты проснулся? Давай здесь, да? Давай дуй в отдел. Здесь для тебя есть работа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Макаров! Доброе утро. Выспался? Да, то есть, нет, то есть, мам, Тань, я на минутку прилег. На минутку? У нас каждая минутка на счету. Начальство стоит на ушах. Так а я... Не перебивать меня, стажер Макаров. Ты должен был выпотрошить весь этот компьютер, взломать пароль. Это устроил себе спокойной ночи, малыш. Ну, что ты молчишь? Так вы же сказали не перебивать. Я не перебиваю. Да тут много чего интересного. Вот файлы документов о нелегальной деятельности банка. Их копии были распечатаны и отправлены в УБЭП. А вот папка с фотографиями, полностью посвященная Ларисе Фокиной. Опа. Ты был прав, Костя. Старая любовь не ржавеет. Точно. Но есть интересное фото самого Фокина. Ну, что человеческое нам не чуждо. Татьяна Николаевна, ну это же явная подстава. Фотошоп. Неужели вы не видите? Да здесь все сплошная фальшивка. Это ясно из самого письма. Вот отправленное письмо на имейл Ларисы. В нем Семенов сообщает Ларисе, что ее муж нашел себе другую женщину и хочет с ней развестись. Но при разводе половина имущества и денег достанется Ларисе. Поэтому Семенов убеждает Ларису, что Фокину просто проще убить ее. Сами читайте. Вот гаденыш. А вот теперь понятно, почему Лариса согласилась давать показания против своего мужа. Семенов ее настроил. Я думаю, что и покушение организовал тоже он, чтобы она подумала, что муж хочет ее убить. Поэтому ее исчезновение явилось для нее полной неожиданностью. Его реакция была абсолютно искренней. Я думаю, так сыграть невозможно. Я провела тросологической баллистической экспертизы, извлеченные из тела Семенова пуля. Получается, что и Семенов, и полицейские, которые охраняли Ларису, были убиты из одного и того же оружия в характерной манере стрельбы с левой руки. Значит, за нашим преступником уже три трупа и одно похищение. До начала судебного заседания по делу Фокина осталось четыре часа. А где приоритетная версия? Семенов заказал похищение Ларисы, а потом что-то не поделился с исполнителем, и тот его убил? Да нет. Семенов настроил Фокину таким образом, чтобы она просто утопила своего мужа в суде. Но организовывать ее похищение ему было невыгодно. Ну, по крайней мере, до вынесения Фокину в опьянительный приговор. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушаю, товарищ генерал. Но мы делаем все возможное. Уверяю, я лично координирую работу следственной группы. Есть докладывать каждый час. Слышал? Слышал. На поиске свидетельницы у вас осталось три часа. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Да, конечно. Башков! Хватит жевать. Костя, подними всю информацию по Владимиру Ивлеву. Это кто? Это водитель Семенова. Делается. Также пробейте машину банка, которую он управляет, по видеокамерам и на предмет спутниковой сигнализации. Я пробью. Вы думаете, по похищению убийства его тема? Думаю, да. Ивлев мог войти к Семенову в дом. Да мало ли кто мог. Ваня, не надо спорить со старшими. Ивлев левша. Где деньги, которые спрятал твой муж? Я не знаю. Больно! Я все скажу. Мы до Австралии. До которой в Репинской усадь. Да. Федор там тайник сделал. Смешно. А я ведь его возил туда раз в неделю. Слушал, как он рыботек гоняет. А он там бабки складывал. Ну ладно. Объект движется по Приморскому шоссе. Спасибо. Принял. Он свернул в Репина. Принято. В Репина. Пошли. Пошли. Быстрей. А со мной потом. Что? Я про тебя забуду. Ну, показывай, где. Тайник там. Под лестницей. Здесь стоять. Давай, Костич, командуй. Фадеева, за мной. Ну, а мне что делать? Илья Сергеевич, осуществляйте общее руководство. Ну, тогда вперед. Работе. Работе. Ну, молодец, девочка. Ты же обещал. Обещать не значит жениться. Ивлет, оружие на пол. Пожалуйста, пожалуйста. Бросил ствол. Пожалуйста. Тихо, тихо, парень. Тихо, 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 парень. Бросил. Все, не кипятись. А теперь я спокойно уйду. Скорее. Не играй со мной, девочка. Отличный удар, товарищ полковник. Да это я со страху. Да как-то все само собой вышло. Фокина арестовали, Семенова стал возить. Встреча у него была с типом одним в кабаке. В Кромверке. Я в машине ждал. Ну и приспичило, в общем. Пошел в туалет, а они на палубу вышли. Музыка там играла. Поэтому они говорили громко. О чем именно? Что у Фокина бабки есть на черный день. Много. Несколько лямов. Банкам он не доверял. Но где-то эту кубышку хранил. А где? Никто не знал, кроме него и жены его. Он только ей доверял. Поэтому Семенов предложил ее пугануть. Чтобы она подумала, что Фокин ее убрать хочет. И ты решил в это дело вписаться? Ну да. Как узнал про эти бабки бесхозные? Ни о чем больше думать не мог. Бес попутал. Как же ты узнал, где Ларис прячут? Да как? Из суда ее вывали в первый раз. Машину посадили. Я на хвост сел, до точки довел. Ты хоть в курсе, сколько тебе за убийство полицейские ее дадут? Ну а как ее еще вытащить было? Ну а Семенова-то за что? Уже ни о чем не догадывался. А Семенову не повезло. Я у него отпуск выбросил на неделю. Надо было последний день отработать, чтобы от них западать золочек. Покатались по делам. Потом в супермаркет. А много еще? Еще парочка. Я быстро. Да не надо, я сам. Диана. Кто? Лариса. Видишь, я ее нашел здесь, в багажнике. Эти серьги я ей подарил год назад, на день рождения. Где Лариса? Стало быть, потом на записи с видеокамер стер и уехал, так? Илья Сергеевич Фокина готова ехать в суд. Прямо сейчас? Да, вот такая железная леди. Поехали. Присмотри за ним, будь осторожен. Ты с Фокиной говорил? Она будет давать показания против мужа? Марк, извини, я очень устал. Что с Фокиной? Вот это меня волнует. Меньше всего. Убийца пойман, свидетель в суде. Лариса, какие ко мне еще вопросы? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Попробуйте мне еще раз поднять бокал за нашего дорогого юбиляра Дмитрия Борисовича. За вас! Я хотел бы напомнить всем присутствующим, что именно под его чутким руководством наш институт вышел на международный уровень химико-технологических разработок. Ура, друзья, ура! Позвольте выпить за то, чтобы еще очень много лет наш уважаемый профессор оставался нашим бессменным руководителем с юбилеем Дмитрием Борисовича. Браво! Спасибо, 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 Сергей Иванович. Хочу ответный тост. Друзья мои, здоровья вам, здоровья и еще раз здоровья, чтобы удача преследовала вас на каждом шагу. Простите, вам подарок передаю. От кого? Не знаю, курьер принес подарок. Ой, Димочка, а можно я открою? Конечно, моя дорогая. Моей жене можно все. Ой, никого. Позвольте мне запечатлеть это. Конечно. Так. Там визитки или... Нет? Нет? Нет, нету. Я догадался, кто это. Это, наверное, моя дочь Галочка, которая в Германии. Она не могла приехать и, вероятно, прислала дорогой подарок на мой праздник. Да, скорее всего. О! А вот это уже, наверное, поздравление. Ну-ка. Алло! Что это? Что? Кто это? Друзья, это какая-то глупая шутка. Тим? Что такое, Катя? Тим? Что, Катя? Мне сильно горло. Катя, Катя, подожди. Что случилось? Дышать не могу. Скорую! Быстро скорую! Катя, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Катя, Катя, Катя. Алло. Катя. Катя. Алло, скорая? Ресторан «Лаванда». Женщине плохо. Есть, конечно. Помогите, клятый. Что скажете, Татьяна Николаевна? Судя по внешним признакам на теле жертвы, это отравление. Да. Гости говорят, что еле пили одно и то же, чем же она отравилась. Я скажу точнее только после вскрытия. А ты бы, Вань, поостерегся. Да я просто пообидать не успел. Вы утверждаете, что вашей жене стало плохо после того, как она ответила на телефонный звонок? Да. Странное совпадение. Телефон мог быть обработан каким-то ядом. С этого момента поподробнее. Это предположение. Я химик, доктор наук, когда-то занимался этим вопросом. Есть такие химические соединения с высокой степенью токсичности. Господи, я до сих пор не могу поверить, что она мертва. Тань, ты слышала? Будь осторожен. Да, Илья, я поняла. Вы администратор? Да. Кто принес посылку? Курьер. Мне нужно посмотреть записи с камерой. Да, конечно, я провожу вас. Ну вот, судя по таймингу, это он. Да. Камера у вас полная дрянь. Да, я давно уже дирекции новые прошу. Нет же, на копейки удавятся. Так что, какие есть, такие есть. Ладно, скопируйся на немеце. Спасибо, Ваша. Илья Сергеевич, нет тут камер. С той стороны тоже глухо. А где аптека? Не знаю. Вот она. Товарищ подполковник. Ты чего? Я, Башков, спасаю тебя от подквартирного обхода. О, смотри, как весело сейчас будет. Вы что, рамсы попутали? А ну, отошли от тачки. Спокойно, спокойно, спокойно. Следственный комитет. Начальник, а что я сделал? Ну, надеюсь, пока ничего. Ну, кроме того, что неправильно припарковались. Скажите, у вас видеорегистратор с функцией просмотра? С функцией? Я самодоворочный брал. Отлично. Нам бы глянуть. Слушай, да, сейчас. Он сразу на телефон выводит. Вот, посмотрите. Сейчас заведу машину. Угу. Так, пошло. Так, ну-ка, теперь на час назад. Ну-ка. Ну, вот он, родимый. Спалился. Красава. Кто там? Открывай, утечка газа. Таре, Гнать, в доме электроплицы. Валите отсюда. Ты в кассу прогасморозил. О чем мне говорить? Про перепись населения? Про нашествия на пункте. Борцы! Открывай! Не усугубляй положение! Лежи тихо, никому не открывай, поняла? Уголовный розыск, старший лейтенант Фадеева. Уголовный розыск! Что я сделал-то? Прыгал с окна в неположенном месте. Пошли. Просто передали посылку и все? И все. Это же последний заказ был. Я сразу домой поехал. Потом ваши приехали. Так а что, уже двери не открыли? Чего с балкона прыгнул? Куда побежал? Так это, они не представились. Про Гаспургу нести начали. И потом я испугался. А чего именно испугались? Я с одной тюлочкой замутил, она замужем. А мужик у нее, в общем, один из ваших. То ли ОМОН, то ли СОБР, или вымпел. Короче, такой приснится, мало не покажется. Подумал это, он приехал меня прессануть. Ну и рванул. Складно все. А посылку кто дал? Ну как кто? Диспетчер дал, я Семенова. Она заказы от клиентов принимает. Мои работу по квартирам развести и все. Да вы сами спросите у нее. Спросим, спросим. Ну а вам, гражданин Бурцев, придется провести романтическую ночь в ВВС. Не возражаете? А у меня выбор есть. Ой. Ой, как же вы теперь, песказеньки. Такая молодая. Жить бы дожить. Может, лучше капли дать? Ой, господи. Вам плохо, Дмитрий Борисович? Иди домой, Зиня. Иди домой. Вы мне звоните, если что. КОНЕЦ Диспетчер службы доставки Семенова подтвердил Славу Бурцеву. Он только доставил посылку в ресторан. А привез ее какой-то мужчина, похожий на бомжа. Заплатил наличкой. Сказал, что забыл паспорт дома. Она, вопреки правилам, взяла этот заказ в работу. Так что Бурцеву придется отпускать. Это я и без тебя понял. Еще какие-то версии есть? Версии нет. Есть зацепка. Мне кажется, телефон, который доставили, был чем-то обработан. Знаете, вы как раз над этим и работаете. Константин Михайлович, разрешите вопрос? Давай. Только коротко и по делам. Как прошло задержание? Бодро и весело. А задержанный признал свою вину? А как же. Круто. Быстро вы его раскололи. Мастерство иметь не пробьешь. Признался злодей, что замужней дамой в койку ковыркался. Мужу ее рога наставлял. Ты мой дорогой, так никогда не делай ее. А отравление? А к отравлению он никакого отношения не имеет. Как? Молча, Летя, молча. Все, прости, дела. Вот зря вы меня с собой на место преступления не берете. Отравитель звонил с одноразовой симки. По биллингу это район гостиного двора. Но дело в том, что в это время там куча народа. А чем обработали телефон и установили? Ну, как говорит наш многоуважаемый Митенька, в процессе. Понятно. А это долго? Мне можно поприсутствовать? Илья, ну, конечно, тебе можно все. Спасибо. Выбирай любое кресло. Митя! Не трогай его! Вызывай скорую! Срочно введите ему бензодиазепин. Женщина, вы мешаете. Вы что, не видите, что он отключается? У вас есть антидот жирохового спектра! Я вам сказал, не мешайте. Кто вообще такая? Майор Игнатьева, следственный комитет. Это наш сотрудник. Он отравлен. Если ему сейчас в течение 15 минут не везти антидот, то он умрет. И я тогда лично отдам вас под суд. Вам понятно? Понятно. Преанимация. А это правда? Я тебя не вызывал. Ты действительно подписал приказ об увольнении Макарова? Да еще и задним числом? Подписал. У меня выбора не было. Ты думаешь, за преступную халатность нас по головке погладят? Если Макаров умрет, кто отвечать будет? Сволочь ты, Марк. Редко сны. Да ты что себе позволяешь? Стучаться не учили? Учили. Но бывают обстоятельства, при которых это совершенно не важно. Макаров пришел в себя. Его состояние удовлетворительное. Опасности для жизни больше нет. Ты как? Нормально. Да не переживай. Митька, парень молодой, выкарабкается. Я тебя очень прошу, пожалуйста, давай не будем. Ну, не надо. Не надо. Давай только по делу. Хорошо? Так, значит так. Обнаружены химические соединения. Эти химические соединения входили в состав боевых отравляющих веществ. Но в 2000 году все они были уничтожены приказом Минобороны. Я не знаю. Я не знаю. Найти их сейчас на это просто нереально. Нашими специалистами установлено, что телефон был обработан химическим компонентом, который входит в состав отравляющих боевых веществ. Вот его примерная формула. Не может быть. Это же основной элемент Скорпины. Было такое химическое оружие. А подробнее можно? Кто разрабатывал? Я. Ну, то есть мой институт. Мы получили заказ от Министерства обороны, но дальше опытных образцов дело не пошло. Был издан указ о запрете химического оружия. И вся партия, наработанная у нас в институте, была уничтожена в начале 2000-х годов. А вообще Скорпина, это что такое? Как она действует? Ну, в общем, это жидкость. Без цвета и без запаха. При попадании на кожу вызывает спазм дыхательных путей. В результате чего мгновенная смерть. Сохраняет свои смертоносные свойства при вскрытии упаковки химии сени на поверхность в течение двух-трех часов. Ну, а часов через двенадцать практически безвредно. Раз в легкий кашель. Пап, там Копылов приехал. Здравствуйте. Здравствуйте. Это моя дочь, Галина. Приехала из Дюссельдорфа. Спасибо. Помогает мне. С похоронами, Катюша. Пап, папочка. Я с тобой. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Борисович, я предварительно созвонился о месте захоронения. Надо лично подъехать. Хорошо. Конечно, конечно, подъедем. Ты с нами, Галь? Нет. Я весь день на телефоне. Ты как, справишься? Конечно, справлюсь. Ради Кати я все сделаю. Я надеюсь, вы его найдете, да? Мы сделаем все возможное. Если что-то, вспомните. Я на связи. Хорошо. Спасибо. Простите, у меня для вас есть кое-что. Понимаете, так получилось, что вчера в ресторане я случайно заснял на телефон момент этой трагедии. Может, это как-то поможет? Ну, не поможет любая мелочь. Это же последняя модель. Я давно такую хотела. Я думаю, что это от моей дочери Галочки. Она сейчас в Германии не могла приехать. Думаю, что это от... Не могу, смотри. Галя. Тише, тише, тише. Вы скиньте мне этот телефон, хорошо? Да. Успокойся, папочка. Ну, я отлично себя чувствую. Повторяю, ни о какой выписке не может быть и речи. Но они без меня не смогут поймать отравителя. Я в этом деле незаменимый спец. Ловили отравителя и сами отравились? Хороший спец. Это был следственный эксперимент. Да что вы вообще понимаете в криминалистике, а? Молодой человек меньше волнений. Строгий постельный режим и жидкости. Пейте побольше. Куда теперь? К директору кладбища. Он обещал очень хорошим местом. Стоп, подожди. Суболезно вам? Не знаю. Ты сдохнешь еще до похорон своей ненаглядной Катеньки. Черт! Фух! Вы как, Дмитрий Борисович? Тот же самый голос. Осторожнее! Если бы он был отравлен, я бы уже умер. Как Катя. Алло! Илья Сергеевич, это я, Митрошин. Я только что получил сообщение угрожающего содержания. Нет, нет, со мной все в порядке. Хорошо. Хорошо, перешлю. Ну, пошли. Слушайте. Я передаю дело в ФСБ. Боевое отравляющее вещество как раз по их части. Да, я понимаю. На отравление Макарова тебе, конечно, плевать. Но это дело начали вести мы. Поэтому правильнее будет. Если доведем до конца, его тоже мы. Мне кажется, что давать оценки моим решениям не входит в твою компетенцию. Безусловно. Я на это даже не претендую. Но только передача займет время. А его у нас как раз таки нет. Ну, послушай. Ты сдохнешь еще до похорон своей ненаглядной Катинке? Вспокойся. Это прислали Митрошину 15 минут тому назад. Он жив? Слава Богу, да. Но похороны через два дня. Поэтому у нас меньше двух суток. Да. Когда это случилось? Митрошин как? Да, хорошо. Я уезжаю. Только что скончался помощник Митрошина Копылов. И признаки отравления те же. признаки отравления Скорпеной такие же, как и у Митрошиной. Скажите, ему звонили? А? Нет, он просто вел мою машину. Скорее всего, руль был обработан ядом. Меня хотели отравить! Меня! Я вас прошу, найдите эту славу. Дмитрий Борисович, преступник настроен очень серьезно. Митрошина. вам у нас в конторе отсидеться? Ну и сколько? Недели. Месяц. Послезавтра похороны моей Катюши. И никто, вы слышите, никто не сможет лишить меня права попрощаться с моей любимой. Скажите, а какие-нибудь враги, недоброжелатели у вашего директора есть? Что, какие враги? Дмитрий Борисович замечательный человек, добрый, отзывчивый. Да вы у любого спросите. Прекрасный руководитель. Отец родной. Он дочку мою крестил. Простите, вы ведь следователь? Да. А вы не могли бы уделить мне пару минут где-нибудь тет-а-тет, так сказать, без лишнего ушей? Да, хорошо. Понимаете, я ведь работаю в институте, считай, с одним его основанием. И точно могу сказать, что Митрошина-то не очень не любит. Некоторые даже просто ненавидят. Вот как и за что? Ну, как бы это помягче сказать. Он заимствует перспективную идею молодых ученых и обещает за это продвижение по служебной лестнице. Но никогда, понимаете, никогда не держит свое слово. Вы хотите сказать, Митрошин вор? Ну, я бы не был столь кстикаричен, но он ведь свою карьеру построил на чужих талантах. Многие от него пострадали. Пострадали и молчат. Ну, как не молчать? Никто не хочет повторить судьбу Ямпольского. Простите, кого? Евгений Ямпольский. Талантливый химик. Митрошин украл у него химическую формулу, выдал за свою. Получил большие деньги от Министерства обороны, а потом взял и выгнал Ямпольского. И не просто выгнал, а по статье за кражу реактивов. Вы говорите об отравляющем веществе под названием Скорпион. Так вы уже в курсе. Ну, так, в общих чертах. Скажите, а где может быть этот Ямпольский? Не знаю. Спился, наверное. А Митрошин? Митрошин даже своих близких не бережит. Вы понимаете, его первая жена, Светлана, буквально жизнь ему посвятила. Так он ее бросил, оставил без копейки и женился на молодой. Скажите, а почему вы мне все это рассказываете? Он у вас тоже что-то позаимствовал? Неоднократно. Но я молчал, как все. Против начальства-то не попрешь. Простите, но должен отклониться. Давай. Митя, ты ешь, ешь. Давай. Тебе нужны микроэлементы и витамины. Да мне работа нужна, Татьяна Николаевна. А врач уперся и не хочет меня выпускать. Ну и правильно делать, что не хочет. Тебе нужно отлежаться, иначе будут осложнения. Есть новости по отравителю? Ну, мыть, какие у нас могут быть новости? Вырисовывается серия. Отравлен заместитель Митрошина, Копылов. До этого и сам Митрошин получил аудиофайл с угрозой. А у нас есть это запись? Есть. Но голос очень сильный, скажу. Мы пробовали его идентифицировать, но наложены очень мощные фильтры, поэтому у нас ничего не получается пока. Если загружить этот аудиофайл в одну хитрую прогу, то можно попробовать скинуть все эффекты. Прога — это программа, что ли? Она родная. гоблин? Ай. Узнал? Да так. Да хайпанул лишнего на задержание. Слушай, я чего напрягаю-то? Ты можешь скрафтить ресторинг пару аудиотреков в формате из кожалок? Скрафтишь? Гоблин, от души. респект и уважок тебе. Угу. Давай. Короче, все просто. Нужно применить к трекам полосовые именно полосовые фильтры. Денойзер. Разложить по рядам фурье, вычесть нечетные гармоники, и на выходе получится реальный голос. Гоблин сказал, что скрафтит. Вы только треки ему отвезите, адрес я скину. Чего? Ай, еще не шума. Ничего не трогайте. Выходим и вызываем каминалистов. Смерть Ямпольского наступила два дня назад в результате отравления Скорпеной. Ядом был обработан стакан, из которого Ямпольский пил водку. Также были найдены ампулы с тем же отравляющим веществом. Пожалуйста. Отравитель, убив вместо метрошина двух невинных людей не смог справиться с угрызением совести и покончил с собой. Нет. На ампулах не были обнаружены отпечатки пальцев Ямпольского. Это значит, Ямпольского отравили. Не надо спешить с выводами. Как раз таки надо. Потому что нашему профессору осталось жить меньше суток. А с Ямпольским как раз таки все понятно. Обработать стакан ядом, а потом стереть отпечатки с ампул как-то не складывается картинно, товарищ покорник. Что планируете предпринять? Хочу поговорить с бывшей женой Митрошиной. Ребята установили, что она сейчас находится в хосписе. Не очень жаль, но Светлана Митрошина умерла две недели назад. Вы опоздали. А ее кто-нибудь навещал? Перед самой смертью к ней приходила дочь. Дочь вы имеете в виду Галина Митрошина? Да. Она прилетела из Германии и несколько дней не выходила из палаты матери. А после ее смерти очень сильно переживала, плакала, как будто в чем-то себя винила. Ну, что она могла сделать? Значит, говорите две недели назад. Алло, Кость, надо пробить базу Полкова и выяснить, когда Галина Митрошина прилетела в Питер. Здравствуйте, примите наше соболезнование. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. Вот, видите, схоронила я свою Катеньку, поминки дома организовал для узкого круга. А ваша дочь Галина, она там, да? Галина? Понимаете, вот с Галиной тут дело сложное. У них сложились с Катенькой очень непростые взаимоотношения, поэтому она решила на поминки не оставаться. Хотя... Где она? Галина? Да. Уехала в аэропорт. Когда? 15 минут назад. Вызвала машину, такси и уехала. А зачем вам, Галюмин? Так это, попрощаться забыли. Красное такси, 170, прижаться к обочине. Немедленно остановиться. Тормози, говорю. Ребят, в чем дело? У меня клиент опаздывает. Вот мы его, то есть ее, с комфортом довезем. Галина Дмитриевна, пересаживайтесь, нашлимузин, пожалуйста. Что-то случилось с папой? Должно было. Мы скрафтили ресторинг двух аудиофайлов с видео и с аудиосообщения в формате искажения. Применили к ним полосовые фильтры, динозер, а потом разложили их по рядам фурье, вычли... Это не важно. Так, вот что у нас получилось. Сдохни. Сдохни. Вы узнаете себя? А вот еще. Ты сдохнешь еще до похорон своей ненаглядной Катеньки. Это фейк. Подделка. Я уверена, что если записать ваш голос и наложить его на этот аудиофайл, то совпадут все частоты и колебания. Голос человека так же неповторим, как и его отпечатки пальцев. Галина, я советую вам не усугублять свое вину, а начать сотрудничать со следствием. скажите, зачем вы хотели убить своего отца? Потому что он нелюдь. Даже так? Да, так. Он бросил маму, женился на своей лаборанточке Кате. Галина, знаете, сколько в нашей стране разводов за год? Тысячи семей. Мне плевать на другие семьи. Мама любила его больше жизни. А он предал ее, понимаете? Предал. Да. Но вы тоже уехали в Германию. Да, уехала. Не хотела больше видеть их, смотреть, как они пьют, жрут, целуются. А мама, она простила его. И мы поссорились с ней. Поссорились? Я назвала ее инфантильной дурой. Много еще чего наговорила гадкого. Плюнула. На все нашла работу в Дюссельдорфе и уехала. С тех пор мы очень редко общались. Так, пара формальных звонков по праздникам и все. Значит, ваша мать потеряла и мужа, и дочь? Я тогда об этом не думала. А мама, она замкнулась, ни с кем не общалась, потом тяжело заболела. Я ничего не знала. А месяц назад она позвонила, сказала, что у нее рак, что она в хосписе. Я сразу все бросила, прилетела к ней. Было поздно, мама сгорела у меня на руках. Маленькая такая, хрупкая. Вам воды принести? Да, я плачу, мне легче становится. Знаете, она ведь обращалась к отцу за помощью. На ранней стаде, когда еще можно было что-то сделать. А он даже не перезвонил ей. А ведь у него есть деньги. Очень большие деньги. Мама сказала, что он вывез из института почти всю партию скорпены. Обустроил доме лабораторию и продавал дрянь каким-то криминальным структурам. Он сволочь, понимаете? Такие сволочи не должны жить. у меня есть ключи от дома, с тех пор остались. Замки они не меняли. Я пришла, когда никого не было, нашла в подвале лабораторию, забрала несколько ампул скорпена и... А потом обработали телефон, который отправили отцу в качестве подарка. Я не думала, что его возьмет Катерина. Просто ей не повезло. Да. А потом не повезло КПЛО, который случайно сел за руль автомобиля вашего отца. А потом не повезло им, польскому, только потому, что он идеально подходил на роль убийцы. Эдакий сумасшедший ученый, который мстит своему обидчику, а потом кончает жизнь самоубийством. Да, но я все подпишу. Я безумно устала. Можно мне в камеру или как-то там у вас называется? Увидеть. Стоп. Скажите, а почему вы не остались на поминке? Я же вам сказала, я безумно устала. Я не хотела и не хочу его больше видеть. Я хочу только одного. И чего же вы хотите? чтобы он сдох. Увести. Встать. На выход. Костя, срочно бери ребяты к метрошине. Я знаю, что у него поминки. Главное, чтобы они не превратились в похороны. поехали. Нашли время. У человека такое горе. Поверьте, это в ваших интересах. А что мы, собственно говоря, ищем? Не знаю пока. Ну, что-то очень личное. Пойди туда, не знаю куда, найти то, не знаю что. Ой, ты главное от холодильника держись подальше. Я надеюсь. Нет, правда. Что мы ищем? Тебе сказали что-то очень личное. Вот у тебя что самое личное? Заначка от жены. А у тебя? У меня-то работа. Даш, а у тебя что личное? Не знаю. Какие-нибудь фотографии в компьютере личном. Дмитрий Борисович, а ну-ка проводите-ка нас в спальню. Прошу. Смотрите, все смотрите. О, цветы. Зина, Зина, иди сюда. Это ты принесла? Это не я, это Галя перед отъездом цветы принесла и на кровать положила. Сказала, чтоб я их не трогала. Любимые цветы, Катюша. Стоять. В чем дело? Что такое? Это, похоже, еще один смертельный подарок. Не может быть. Это Скорпена. До утра вы не дожили бы. То есть, вы хотите сказать, что Галина... Я хочу сказать, что вам было бы интересно побеседовать с вашей дочерью на очной ставке. Костя, зови понятых. А теперь покажите вашу тайную лабораторию. Что? Вашу лабораторию тайную покажите. А, конечно. Конечно. Пойдемте. Ничего не успею. Понимаешь? Вот за тебя. Там бесконечный отчет. Не знаю. Константин Михайлович, меня полковник Сарг себе вызвал. Ну что, поздравляю. Зачем ты высокому начальству понадобился? Не знаю. Ведь это я главную лику подготовил. Я ведь не поспорю, штажер. А может, меня теперь в штат переведут? Угу. Может, даже наградят. Войдите. Вызывали, товарищ полковник. Вызывал, Макаров. Вызывал. Если ты еще раз додумаешься использовать в работе нелицензионную программу и рискнешь самостоятельно проводить эксперименты с веществами, которые представляют опасность для окружающих, больше не вызов. Будешь незамедлительно уволен. Это ясно? Ясно, товарищ полковник. Ну как? Наградили? Ага. Посмертно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...